На улицах города весной вырастают не только цветы. С первой песней перелетных птиц в наших дворах из-под снега прорастают металлические бесхозные цветки. Зачастую немногим известно, кто хозяин этих автомобилей и как надолго им предстоит пребывать в одиночестве. Такие машины занимают парковочные места, могут мешать другим выехать из двора и причиняют множество разных неудобств. Вот только как поступать с такими автомобилями знает далеко не каждый. Автомобиль стоит на асфальтовом покрытии, соответственно попадает в зону действия ГИБДД. Если автомобиль стоит на территории в общедалевой собственности жильцов, то ответственность за него несут непосредственно сами жители. Также, если он располагается на территории государственного кадастрового учета, то администрация города также не несет ответственность за эту машину. Транспортное средство стояло на муниципальной земле, на зеленой зоне, газоне, земельном участке. При домовой территории или детской площадке в таком случае к данному владельцу применяется у нас, то есть уже действуют правила благоустройства. И владелец несет ответственность в виде штрафа от 500 до 5000 рублей. Но звание брошенного автомобиля надо еще заслужить. Не все бесхозные машины попадают под данную категорию. И стоит отличать их от оставленных на длительную стоянку. Как я уже говорил, брошенное транспортное средство, по сути, не должно выглядеть как транспортное средство. Оно должно выглядеть как кузов. То есть оно должно быть разукомплектовано. При нахождении бесхозного автомобиля администрация города ищет его хозяина. Поиск проходит в течение двух недель путем звонков и расклеивания объявлений. Если же водитель не является, то машины эвакуируют на спецстоянку. Даже в таких ситуациях владелец может объявиться и забрать свой автомобиль. Если, соответственно, данное транспортное средство долгое время, или, точнее, разукомплектованный кузов, он долгое время не находит своего владельца, тогда также есть порядок по утилизации данных кузов. Автомобиль при долгой стоянке изнашивается точно так же, как и при эксплуатации. Даже существует вероятность сохранить многие детали в более лучшем состоянии при его использовании. А при его долгой стоянке многое может пострадать. Во время длительных стоянок у автомобиля начинают протекать процессы ржавения, там, грубо говоря, покрытие ржавчиной кузова снизу. Все жидкости в автомобиле, достаточно много жидкостей в автомобиле, точнее, гидроскопичны. То есть накапливают влагу в себе, такие как тормозные жидкости, например. Да и просто в масле образуются конденсаты. Масло оттекает от движущихся поверхностей и все сливается в поддоны. Аккумуляторная батарея не должна разряжаться в ноль. Поэтому, если вы хотите оставить свой автомобиль на долгую стоянку, то лучше забрать аккумулятор с собой. Машину лучше оставить в хорошо проветриваемом помещении. По весне автомобиль не следует сразу же заводить и двигаться в путь. Стоит проверить уровень всех жидкостей заряда аккумуляторной батареи. Рекомендуется подольше постоять, прогревая мотор. А что? А других советов, в принципе, и нет. То есть зарядили аккумуляторную батарею, проверили масло, уровень, и тогда уже бегом в сервис. В сервисе уже пускай вам меняют масла, соответственно, поменяют фильтра, которые уже за это время зачастую забиваются грязью или отмокают. Но все же не стоит оставлять свой автомобиль на длительное время стоять без своего хозяина. Ведь то, что ваш автомобиль начнет скучать, станет для вас самой наименьшей проблемой.